Женя, ты лучшая! Но они не только вышли, но и откатали программу безупречно, выше всяких похвал. Евгения Тарасова, которая, кстати, начинала свой путь в спорт на катке в Дербышко, в Казани, теперь признается, особого волнения не было, коленки уж точно не дрожали. Очень приятно за такой теплый прием, столько народа, столько поздравлений, столько цветов. За то, как переживала мама Жени, одному Богу известно. Всю Олимпиаду Татьяна Тарасова боялась смотреть на дочь по телевизору, чтобы не сглазить. Ведь стать олимпийским призером было мечтой всей жизни, которой вместе с мамой Женя шла с четырех лет. Мужественно все терпели, и рано вставали, и ехали. Какой-то подарок готовили с моей дочкой дома? Обязательно. Ее грандиозный подарок ждет. Сюрприз будет ей. Россия! Россия! А вот для лыжницы из Татарстана Анны Нечаевской прием в московском Шереметьево стал одновременно теплым, душевным и романтичным. Молодой человек девушки, к слову, тоже спортсмен-лыжник, сделал ей предложение прямо в аэропорту по прилету. Когда мы вышли уже в зал и увидели действительно огромное количество болельщиков наших, и потом еще у меня мою встречу так скрасило предложение. Это вообще незабываемо, мне кажется. Это очень здорово, что у нас такая огромная армия поддержки. Поддержка, руководство огромное, колоссальное, можно сказать. Я говорю, никогда не думаешь о каких-то проблемах, все нам организуют и предоставят без каких-либо проблем. Поэтому огромное спасибо республике. Заметно, что наши герои-лыжники Анна Нечаевская и Андрей Ларьков слегка обескуражены. Ребята скромные по натуре, но бесстрашные и по спортивному злые на лыжне. К такому вниманию прессы и болельщиков пока не привыкли. Но недовольства не выражают, терпеливо раздают интервью и автографы. Теперь это их работа в том числе. Андрей Ларьков, двукратный призер Олимпиады, при этом скромно замечает. Рано нас возводить на пьедестал всеобщей славы. Практически ничего еще не сделано, это такая малая часть. Это удивительно, но факт. Будущий призер Олимпиады Андрей Ларьков встал на лыжи сравнительно поздно, в 14 лет. Да и после этого парень буквально разрывался между музыкальной школой и лыжными гонками. Выбор помог сделать учитель физкультуры Федор Моисеев. Андрей сегодня поддерживает связь со всеми тренерами и учителями. Говорит, его успехи это во многом и их заслуга. Я со всеми общаюсь, начинаю с школьным, как говорится, с руком. Я частенько его вижу. Пересекаемся, нет-нет. Раз в пять годов стабильно. Но что касаемо тренеров, все мои тренеры, они до сих пор со мной работают. С раннего утра молимся за вас. Да победит справедливость. Главный тренер сборной Татарстана по лыжным гонкам Эдуард Галеев зачитывает нам переписку из южнокорейского Пхенчхана с Еленой Вяльби, нашей прославленной чемпионкой, президентом Всероссийской Федерации. Для того, чтобы передать атмосферу соревнований, отчаянной борьбы наших молодых ребят за олимпийский пьедестал. Сказать, что было трудно, значит не сказать ничего. Но вера в наших ребят была изначально. Тот факт, что в призерах Олимпиады оказалось сразу двое представителей республики, также закономерное явление. Мы не зря стали вторыми. Вот сейчас Тукаре проходило первенство России. Мы командой заняли второе место. Это впервые в истории нашей республики. Мы проиграли только сборной Москвы. А сборная Москвы – это сборная России. Только в прошедшем 2017 году в Татарстане было построено и открыто 11 модульных лыжных баз. В 2018 году планируется строительство еще 16. Задача, которую ставит перед собой Федерация Лыжных Гонок Республики, чтобы в каждом районе была своя современная база для подготовки спортсменов-лыжников. А в крупных городах, тем более в столице, в Казани, таких баз должно быть как минимум несколько. Места их размещения уже продуманы. Что характерно, отбоя от детей, мечтающих попасть в лыжные секции, нет. Мне до сих пор звонят и просят записаться на лыжную секцию. Причем мы обычно берем с 9 лет, а звонят, наверное, 5-летних пытаются даже привезти. Горьковско-Метевский парк – тот случай, когда грамотное обустройство общественного пространства дало, как говорят экономисты, мультипликативный эффект. В том смысле, что в одном месте сразу появились и зоны отдыха для горожан, пункты питания и так далее. И в то же время спортивная база для подготовки лыжников. Тренер Евгения Судакова настраивает своих ребят на серьезную работу. Еще раз повторяет, лыжный спорт не для ленивых. Успех придет только к самым упорным, настойчивым, дисциплинированным, а уж только во вторую очередь физически одаренным лыжником. Пример Андрея Ларькова у всех перед глазами. Да и сами ребята все прекрасно понимают, несмотря на юный возраст. Тренироваться усердно, каждый день пропускать тренировки, режим. Не кушать там бредных вещей, спать ложиться пораньше. А вредные вещи-то какие? Там чипсы, кола. У нас сегодня Артем Николаев, тетюшевский парень. У нас есть Алия Иксанова, Нижнекамская. У нас есть Диляра Собезьянова, который мастера международного класса. У нас есть сегодня Егор Казарин, молодой, ему 21 года. У нас есть сегодня Анна Марковкина, лавурская девушка. Через эти центры модульные лыжи. И массовость идет, и идет соревновательный дух. И оттуда ребята идут к большому спорту. Словом, смена растет. А пока и наши герои Олимпиады. Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, Евгения Тарасова еще в строю и получают свои заслуженные награды. На этот раз из рук президента Татарстана Рустама Миниханова. Мы понимаем, в каких условиях и как вам пришлось соревноваться. Какое давление было на нашу страну, на наших спортсменов. Но, тем не менее, ваше усердие, ваш талант, ваша настойчивость, они дали те результаты, на которые мы очень надеялись. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов, Рамиль Шайдулин и Рамзиль Гарипов. Семь дней.